Поменялось, но не так кардинально, как два года назад. Теперь нововведения коснулись 20 автобусных маршрутов. В основном тех, что проходят через улицы Карла Маркса, Большая Красная и Дзержинского. Значительные изменения претерпели маршруты 2, 19, 99 и 99А. Мария Докукин разбиралась в очередных транспортных нововведениях. И зимой, и летом на одном месте. Алена Рыжова работает диспетчером 19 маршрута, следит за очередностью интервала автобусов. Я отмечаю машину, по времени отправляю. По 7 минут машины должны отправляться. Насчет интервала диспетчер не лукавит. Проверили, 19-й ходит довольно часто. Несмотря на то, что маршрут серьезно продлили. Ходил он с Курчатова до Азинской, теперь с Дзержинбышек до Ноксинского спуска. Утром и вечером маленькие автобусы берут штурмом. Днем же салоны полупустые. До Ноксинского спуска еще не ездили туда автобусы. Наверное, летом народ будет, сейчас пока нет. 19-й маршрут продлили по просьбам самих пассажиров. Раньше между Дзержинбышками и Азина, да еще через Гвардейскую, не было прямого автобусного сообщения. Поэтому людям приходилось пересаживаться. А это бьет и по времени, и по карману. Я в Дзержинбышке, почему себя живу, возьму. И опаздываю на пары. На Софиулина. Вот я могу хотя бы одним рейсом проехать. А если бы этого не было, мне бы пришлось пересадкой. Большая часть маршрутов, что изменились, следует через центр. По улицам Островского, Курашова, Ершова, Батурина и Карла Маркса. Их схема движения изменилась только по этим улицам. А вот четыре маршрута, второй, 19-й, 99-й и 99-й А, продлили по просьбам горожан. 99-го и 99-го А изменения схемы движения, то есть эти маршруты, эти схемы движения проложены мимо 18-й поликлиники. Возможно, это не последнее изменение казанской транспортной схемы. Она будет меняться вслед за расширениями улиц строительством транспортных развязок. Для того, чтобы казанцы не сбились с толку и пути, работает горячая линия. Ее телефон 275-30-50. Мария Докукина, Александр Лобанов, Столица.